Что думаешь о проекте закона, мы тоже материал сделали, про проект закона, который сейчас готовят, очередной версии про риэлторскую деятельность? На премьере Америки я в этом окончательно убедился, что почему-то закон всегда хочет, знаете, какие-то гарантии, защитить как-то бизнес, ограничить вход, все всегда хотят, решить, что кто-то может, причем какие-то это органы должны решать, которые сами никогда не раз риэлтором не работали, грубо говоря. Вот, их структура, и я считаю, что тут единственный нормальный вариант, это чистая конкуренция. Вот, потребитель, не надо думать, что потребитель на сегодня не обладает какими-то компетенциями анализа, понимания, на сегодня огромное количество платформ, рейтингов, прозрачности, эффективности, соцсети развиты, рекомендации, все очень быстро, отзовики различного рода, что это самая лучшая гарантия для клиента, что все хорошо. Клиент пусть выбирает, а не кто-то там решает, кому можно заниматься, кому-то нельзя. Я думаю, что так. Плюс, если говорить дальше, давайте откровенно, в риэлторском бизнесе не такие большие риски, как все там видят. То есть, все-таки мы не сами строим, это важно, да, а мы все лишь помогаем покупать, приобретать недвижимость. Вот, и именно поэтому здесь, мне кажется, избыточное регулирование недопустимо сферы. Эльдар, в продолжении вопроса, ответственности риэлтора есть, и есть больные места для людей, да, когда, например, услуга оказана некачественно, и впоследствии человек сталкивается с судебными рисками со стороны третьих лиц и так далее. А риэлторы не несут никакой ответственности. Может ли, например, закон помочь пользователю добиваться от риэлтора, я не знаю, там, качественные услуги, да, а материальной ответственности, например, риэлтор, может ли быть она у него? И как это устроено, я знаю, в Штатах, например? Во-первых, сейчас мы несем полную финансовую ответственность. У нас вот случай, мы клиенту, вот недавно выплачивали 9 миллионов, там до этого было 5 миллионов, там были случаи 13 миллионов клиентам выплачивали. То есть, наша компания вообще полностью без всякого закона несет эту ответственность, и мы это позиционируем. И нет клиентов, которые бы сказали, что мы это не делаем. Дальше, если компания не несет ее, она другие, допустим, агентства о недвижимости, они тоже прямо об этом говорят. Вот, дальше, есть защищено общим правом, кодекс. На самом деле, суды прилично, как правило, стоят на сторону клиента, в случае спорной ситуации. Вот, и в то же время, большинство, 99% там агентств недвижимости России не имеют достаточно уставного капитала, чтобы там выплачивать, если что, там какие-то большие иски. Вот, поэтому, и она прямо, услуга и позиционируется как брокерская, это там в этажах, она немного там со страховым бизнесом еще связана, что мы гарантируем. Как правило, она брокерская, в Америке нигде агентства недвижимости там не выплачивают. Там отдельные расчеты, тайтл компании, страховые компании, которые ведут этот бизнес. Вот, какая может быть ответственность силу закона, если компания добровольную берет, она это делает, как мы, если нет, то нет. И закон, суды могут это сделать. Поэтому, тут тоже в законе я не вижу никакого смысла, знаете, мне иногда просто, если честно, ну, удивляет желание, вот, залезть, знаете, вот, организм человеческий работает, допустим, хорошо работает. Нет, начинается там, давайте ему там начинать таблетки пить, уколы ставить там, то-се, пятое-десятое. Слушайте, он достаточно идеален без вмешательства. Также и рынок прекрасно зарегулировал сферу, сам рынок. И там, где нужны компетенции клиенту, те компании их развивают. И так, вот, поэтому я вот серьезно, ну, считаю, что ничто, только хуже станет, причем раз в пять. Вот, как раз я прислал тебе, ну, твоим ассистентам в чат наш разбор, который журнал сделал, вот, посмотришь, там основная суть, что, ну, поэтому все хотят завести в СРО и завести под агентство. То есть, это, там, в первую очередь, история еще про то, что, типа, частник, ну, где-то аналоги сравнивают с американской моделью, то есть, должны работать под некими брокерами. И там есть такая калька, пытаются вести церковные брокеры. Слушайте, ну, можно я тоже выскажусь. Я считаю, что это просто открытая протекция компаний, которые боятся за счет конкурентных механизмов быть нужными для риэлторов. И хотят иметь право закона, чтобы, ну, риэлтор сам не мог работать. Я считаю, это очень опасно для рынка. Компании просто будут, ну, там, некоторые брать деньги за это право, да, вот, это в итоге скажется на потребители. То есть, пусть это будет чистая конкуренция. Создаешь сервис для риэлторов, они работают с тобой в партнерстве, все, работают. Они, допустим, развили сервисы, там, не знаю, условные, там, какие-то сервисы, которые представляют напрямую. И брать, и брать, риэлтор реально может эффективно работать, да пусть работает. Все, сервисы развились, платят там большой процент, риэлтор это устраивает, он не видит добавленной ценности в компании, пусть работает сам. И пусть клиент понимает, что здесь, там, нет, допустим, каких-то гарантий, там, чего-то, но такой-то сервис окажется за, может быть, меньше деньги, что в этом плохого. Знаете, когда я начинаю спорить со всеми, кто, вот, говорит, да нужен закон, вот, и когда в детали начинаем вдаваться, везде как под копирку. А давайте что-нибудь зарегулируем, что-нибудь с кого потребуем, а при этом реально ничего не улучшим. Серьезно, для потребителя. Вот, в конечном итоге, знаете, профанация. Начинаешь по факту разговаривать, я говорю, хорошо, вы говорите, есть там риэлторы, которые не исполняют обязательства, покажите мне судебные решения, в каком проценте сейчас, ну, риэлтор, там, кого-то, там, обманул, что прям был суд, что агентство недвижимости, да, что-то там сделало, да, это вообще нет. То есть, если есть, это такой минимум, который, ну, при законе может даже больше стать. Вот, поэтому, мое тут глубокое убеждение, что все это неправильно, и, естественно, я готов там и выступать в Госдуме, там, по всем этим вопросам, потому что, я считаю, вижу рынок очень прилично по всей России, и я считаю, что это, во-первых, энергию законодателя потратят, это очень важный вопрос, то есть, мы же тоже должны думать об эффективности стоимости часа времени, там, Госдумы и депутатов. Зачем там, когда, ну, можно на таком макроуровне понять, что это не рентабельно, неэффективно, и не ведет к повышению клиентского сервиса, а гарантированно уменьшит его, и повысит стоимость услуг. Зачем такие законы? И, да, да, спрошу уже про закон, да, и, я думаю, дальше пойдем. А в борьбе с черными риэлторами это тоже не поможет? Слушайте, конечно, не поможет, потому что черные риэлторы не подчиняются закону. Коллеги, это же, ну, мне кажется, очевидно. Вот, то есть, черных риэлторов, их, они не подчиняются закону, они также будут там, неважно, что будет, они будут работать, еще хуже будут просто вне правового поля, и все. Это же тоже, ну, факт. Если риэлтор может быть только лицензирован, а черные риэлторы вне правового поля, они не будут лицензированы. Снизить это риск для вот этих вот одиноких и защищенных людей, которые попадаются... Так, коллеги, давайте еще раз проговорим. Что такое черный риэлтор? Черный риэлтор – это обыкновенный мошенник сейчас. Нету риэлторов, которые занимаются там всякой ерундой. Нету, посмотрите, все сводки, новости, там начинаешь разбирать. Риэлтор – это просто обыкновенные преступники, которых почему-то называют риэлторы. Они, как правило, там воруют, запугивают, обманывают, при этом представляются просто риэлторами. Они не имеют никто компаний там за собой, ни офисов, ничего. То есть, ну, если берут их, то на время. То есть, любой обман – это не риэлторы, это преступники. Зачем мы это смешиваем? То есть, и они в новом законе также будут обманывать. То есть, они сейчас не называются компаниями полноценными. Они не оказывают клиентский сервис, они просто разово там делают, они также будут там проходить. Вот, поэтому здесь это важно понимать. И мы на всех уровнях будем говорить об этом, что черный риэлтор – нет такого слова. Есть слово «преступник в сфере недвижимости». Все. Его почему-то называют черный риэлтор. Все. Вот, поэтому здесь, ну, давайте там тоже как-то, ну, правильно акценты ставить. Так понятно, удобно тем людям, которые закон пропихивают, да, они начинают говорить, что черный риэлтор – черный риэлтор. Да нет черных риэлторов, это миф. Я так предлагаю, сообщество всегда реагирует нервно на этот кейс. Я согласен, что нет, ну, как бы, нет там черных судей, нет черных адвокатов, да, это просто мошенники в сфере не использовать, ну, и в материалах сейчас, но мы и не использовали никогда, да, этот термин, потому что я согласен с тем, что мошенники в любой сфере не должны называться там именем. Нет, мне нравится ответ Ильдара, видишь, как раз черный риэлтор – это именно фразеологизм, это то, что используют, не вкладывая смысл. Тут как раз ответ о том, что давайте разводить котлеты от мух, по-моему, все отлично. Хотела спросить, Ильдар, вы часто ездите в Штаты на Конгресс, достаточно долго уже, да, какие изменения заметили, как меняется рынок России, ну, прежде всего, нам, конечно, интересно, в сравнении с американским, какие-то лучшие практики, которые оттуда сюда приходят, может быть, уже наоборот, может быть, мы уже где-то заявляемся образцом для подражания. Ну, слушайте, скажем так, я вам скажу так, когда я первый раз поехал в 2011 году, я ходил, открыв рот, везде, вот, я там везде поражался, как это так. Слушайте, сейчас вот прошло 10 лет, да, я вот был шестой раз, я езжу каждые два года, ни разу не пропустил, 11, там, 13, 15, 17, 19, 21, в этот раз я приехал и понял, ребята, вы все подотстали уже в риэлторском бизнесе, то есть мы сейчас их настолько опережаем, просто не сказать словами, насколько. Начиная от средней производительности труда, она там 0,8, у нас там в компании 2,2 где-то, это вот просто самый простой аргумент, да, мы же всегда говорим, у американцев выше производительность труда, туда-сюда, сейчас у нас выше, почти там в три раза, условно выражаем. Да, 0,8 это сделок в месяц? Да, на риэлтор, это очень крутой риэлтор, который делает 0,8 там, это прям звезда. Да, в среднем они в открытую говорят, две сделки в квартал, это очень круто, то есть вот так вот даже, да. Вот 0,8 это еще такие компании там, а если брать там кучу, там норма абсолютно, что подработка в риэлторской сфере, средний возраст риэлтора 59 лет, для понимания, то есть профессия достаточно немолодая, так скажем, да, культурно. Вот, то есть далее, она сильно зарегулирована, то есть агентства не могут выходить за рамки, то есть там вот ипотечного брокеря же нету, агентств хорошего, это отдельные там какие-то системы, юристы там отдельно проверяют, вот, гарантии нести они не могут в силу закона, все. Далее там, что еще, с покупателем почти не умеют работать, все от продавца строится, то есть для покупателя таких серьезных сервисов нету. Вот, уровень, допустим, регистрации сделок тоже, тут вот сейчас в России за день, за два, там, ну, две недели, там это норма, то есть долго все идет, не развита IT-система, как у нас там, тут у нас все уже публично, там, кадастровые выписки, все это онлайн, там все это происходит, там все это подотстало, там нет такого, ну, с такой скоростью, по крайней мере, точно не происходит. Вот, поэтому, сейчас, знаете, последний раз ездил, смотрел, думаю, ну, вот это да, думаю, за 10 лет страна наша, Россия, такой рывок сделала, вот, в вопросах сектора недвижимости, я считаю, в этом большая заслуга и Циана, Домклика, там, Росреестра, застройщиков всех очень быстро трансформировались, онлайна очень много, вот, там эта трансформация идет с гораздо более меньшей скоростью, то есть, точно говорю, поэтому в этот раз я со спокойной совестью утверждаю, что мы развиваемся быстрее их и по факту мы сейчас их точно опережаем в релторском бизнесе, я ответственно заявляю, вот, и даже, когда я смотрел, там, крупные компании, допустим, какой они сервис франчайзи партнерам дают и какой мы даем, это небо и земля, у нас там пакет наполнений, ну, в 2-2,5 раза больше, вот, по моим оценкам, примерно, по всем компонентам, там, и системы управления, HR процессов, ну, и многих, там, маркетинга, там, абсолютно, точно говорю, и понимание, есть силы, где они сильнее, так скажу, я их сейчас тоже перечислю, потому что подумают, скажут, а что там тогда, вот, я там, ну, для себя, знаете, три больших блока выделил, в чем они нас сильнее, первое, это исторические работа с клиентской базой, слушайте, молодцы, снимаем шляпу, все клиенты, там, вот, 50 лет, там, существует агентство недвижимости, каждый клиент записан, его прозванивают, там, вовремя, да, он там, поэтому они на рекламу меньше денег тратят, потому что у них прямые контакты налажены чуть ли не со всем городом, у каждого риэлтора, там, ему уже 63 года, я вот там общался, 63 года риэлтору, он говорит, миленький мой, ну, так условно, на русский перевожу, да, где вот, ты там молодой парень, вот, ну, я говорю, что я вообще не такой молодой на самом деле, но они не верят, как правило, и, говорит, у меня вот, я 27 лет этим занимаюсь, да, у меня вот такая клиентская база, мне, говорит, вообще рекламу подавать не надо, я просто своими клиентами ВКонтакте и все, и реально рубля не подает принципиально уже 8 лет и только живет на своей клиентской базе и рекомендациях, и это стандартная модель для американского риэлтора, поверьте на слово, то есть, вот тут сильны, это первое большое преимущество, значит, второе большое преимущество, на мой взгляд, они хорошо работают по развитию навыков продаж, я еще в целом за Россию говорю, мы все-таки, знаете, любим иногда работать, ну, давайте откровенно, на воронке, да, там, увеличивая верхнюю воронку, там, потом, работая с клиентами, эффективно, но не всегда со всеми, которые бы хотелось, вот, а они, извините меня, за конверсию бьются, то есть, если клиент попал к ним, все, он будет их, что называется, они его никуда не отпустят, вот, ну, и третье, наверное, что мне там в глаза бросилось, у них идет, наверное, достаточно неплохая интеграция с риэлторами между собой, да, вот, ну, вот, между собой они более хорошо точно, мы же все такие вот, как обособленные, да, там, вот, сами с усами, вот, у них очень развиты агентское взаимодействие, там, федерации, ну, там, гильдии, там, по-ихнему, то есть, различные риэлторов между собой, то есть, много совместных сделок, вот, я тоже считаю, что это большое преимущество, которое у нас тоже в России должно быть, где риэлторское сообщество должно быть максимально единым, вот, наверное, так, если вот меня вот так вот спросить, за счет чего все-таки все это преимущество живет, ну, и кто-то называет плюсом эксклюзивную модель, она там реально во многих штатах есть, то есть, когда, если ты риэлтор стал заниматься объектом недвижимости, другое агентство уже не может этим заниматься, вот, но, как результат, я говорю, если это такое большое преимущество для бизнеса, то у вас должна быть дикая производительность, да, а если у вас реально конверсия, ну, низкая производительность, так, значит, это у вас какой-то там бизнес не совсем правильно организован, в общем, вот так, если в двух словах, да, плюсы-минусы и общее впечатление, так вот буквально. Ильдар, а я правильно уловила, что как раз зарегулированность риэлторского рынка в Штатах она его отчасти тормозит в развитии? А я считаю, это единственный тормоз. Вы знаете, любые системы, вот мое глубокое убеждение, есть две мощнейшие силы, которые никогда никто не победит. Первая сила – это конкурентная сила, то есть она всегда будет, ну, там, где ты регулируешь законом конкуренции, мерентократия, власть лучших, да, эти системы всегда будут вперед уходить по внутренней эффективности. Вот. И вторая такая мощная сила, которая движет, ну, мне кажется, любые рынки – это мотивационная сила, да, то есть, понятно, конкуренция ты создаешь там в целом, а мотивация – это нужно конкретным создавать. Ну, может, это похожие в чем-то силы, но они две самые сильные, я их отношу. Так вот, там мотивационная работает в Америке, они, безусловно, молодцы, они там, каждый этап там шаг. А вот конкурентная, там вот просто нет такого функции в Америке, к сожалению. Хотя все говорят, что Америка – страна свободных людей, реально конкуренции нет. Во всех сферах серьезно мощнейшее регулирование. Даже, знаете, в аэропорту ходишь, там стоят два кафе. Огромная очередь, то есть, ну, и они, я же там такой разговорчивый парень, говорю, что, как, что у вас там два кафе, очереди там. Я, вы не поверите, я воду покупал, воду покупал 28 минут. Стояло 6 человек в очереди. То есть, человек, который на кассе, он же одновременно готовит пиццу. То есть, а мне нужно было просто воду купить, и вот он, представьте, 27 минут готовил одну там пиццу, пиццу, а мне нужно было просто воду. И никто это, и это аэропорт, все торопятся, никакие там бизнес-процессы не работают. Вот, в этом еще вам приведу пример бизнеса по-американски. В Лос-Анджелесе улетали, тоже, ну, чтобы понятно было, аэропорт же вроде везде одинаковый должен быть. Значит, рейс, ну, рейсы идут, значит, 19 этих, как их называется, ну, таких пунктов досмотра, значит, из них работает только один. Очередь метров 400, чтобы было понятно, метров 400 очередь. На видном месте стоит такой большой пункт, написано 60 баксов и без очереди, спецпроход. Все. То есть, вот вам бизнес по-американски. Все, и люди стоят, стоят, психуют, особенно россияне платят там эти. Мы же уже не привыкли в очередях стоять, давайте откровенно. У нас, мы уже все, у нас, посмотрите, у нас везде все налажено. Я вот очень часто летаю, вообще не бывает очередей. Там Шереметьево, Внуково, там Пулково, просто идеально. Все, там 5 минут и проходишь. У нас в Тюмени вообще, не знаю, чтобы очередь была, это дикость больше 5 человек. Хотя большой, вот и все. И в Америке, она вся такая. Нет конкуренции, везде монополия. Как что-то ограничить, чтобы на этом заработать? Вот так они работают. И мы это сейчас копируем. Вы имеете в виду, как компания копируете? Где судить? Нет, копируем, как этот, кто хочет закон сделать. Они же хотят ограничить конкуренцию. То есть, у них же простая цель, создать иллюзию, как в аэропорту. Когда все будут хотеть, а какой-то орган будет решать, а может и риэлтором заниматься или нет. А то, что компания, допустим, мы, где большой уже, я считаю, в российском сложном рынке доказали, сейчас на международной рынке вышли эффективные. Мы вот, дескать, не можем это делать. У нас нет этих компетенций. А какой-нибудь человек, который там в жизни не понимает, что такое бизнес риэлторский, ничего не создал, вдруг будет определять. Вот что опасно. Скажите, а вот отношения к риэлторам там и здесь? Просто в России все-таки есть какой-то негативный шлейф такой с профессией связанный. Может быть, он меняется тоже во времени. Какая разница? Да, мы же опросов много проводим. Да, отношения в целом негативные на сегодня к риэлторам, к сожалению. Но среди тех, кто воспользовался услугой, в последнее время оно резко положительное. Резко изменилось на положительное. То есть человек, когда пользуется нашим сервисом, понимает, что мы делаем, как мы делаем. Ситуация меняется на 180. Я думаю, сейчас через, в среднем там недвижимость покупает у нас не такой, ну сколько там, 5-6 миллионов в год, да, там примерно, грубо так или иначе касается сделки. То есть это пока, ну там 6-7 процентов активного населения, ну в принципе это рабочая статистика. Вот мне кажется, еще лет 5-6 все там столкнутся с новым качественным сервисом. И у нас тоже отношения поменяются абсолютно. Как оно в Америке, да? В Америке отношения лучше, чем в России с железным. Это хорошая, уважаемая профессия. Вот. И на сегодня мы тоже идем к этому. Я считаю ситуация во многих... В России, сразу скажу, она везде разная ситуация. В некоторых городах уже риэлтор, это прям круто, почетно. В некоторых, ки-трех, пока эта ситуация стремится к этой. Вот, ну это вопрос времени. А если так вот прямо спросите, что я считаю, какой индикатор, да? Ну я вот пример приведу. Наверное, американцы сейчас что говорят? В профессию невозможно молодежь заманить, как они говорят, да? Вот. А мы, например, считаем, что у нас здесь наоборот сейчас это хорошая профессия с возможностью хорошего дохода. То есть меняется ситуация. Кто смотрит, может подумать, что я там излишне позитивен. Слушайте, нет. Нет. Я ехал назад прям с большим воодушевлением. Во-первых, первое, в какой хорошей стране мы живем. Во-вторых, в какой хорошей сфере в России мы работаем. Серьезно. Искренне говорю. Я вот, все знают, когда плохо, я говорю, плохо. Вот, когда я реально вот понял, что мы на правильном пути, это тоже факт. А вы еще сказали, что в Америке не работают с покупателем. Я просто не в рынке, может быть, да? Не в профессии, не очень понимаю, что имеется в виду. Не так эффективно работает. Вот у нас мы для покупателя предоставляем сервис. Даем им возможность за это оплатить. Там деньги берут, как правило, с продавца и делятся с покупателем. То есть, там весь рынок от продавца строится. То есть, и комиссия с продавца берется. Знаете, как результат, может быть, ипотечный брокереж не так развит. Вот. То есть, там вот не тот уровень, там, знаете, там контактов, взаимоотношения. У нас вот тоже, я могу сказать, что торг, да? Там считается, что надо продавца там чуть подороже продать. Да, мы вот все-таки за баланс этих процессов. Потому что, ну, мы говорим, что, ребята, мы в те заинтересованы. Ну, риелтор-покупатель, я твой брокер. И максимально, ну, твои интересы буду отстаивать. Вот. А там чуть-чуть по-другому. Там вот очень часто сделки, когда просто, ну, риелтор-продавца и покупатель там в одном лице, причем продавец платит. И, как результат, интересы, мне кажется, чуть ущемляются покупателям. Вот, наверное, так, в двух словах. То есть, модель, она, меня всегда напрягает, когда что-то бесплатное, если честно. Вот, самого лично. Вот. А там эта услуга для покупателей в основном в последнее время бесплатная. А с покупателя, наоборот, Дерут нормально. С продавца много-много. Я считаю, прям слово Дерут подходит, потому что, ну, очень дорого. То есть, там до 5%, до 6% доходит с продавца. Это как на нашем премиальном рынке, мне кажется. На, ну, возможно. В московском, да, вы имели в виду? Да, да, да. Да, надо уточнить. Слово «наше». Ну, раньше там было, во всяком случае. Нет, сейчас в России все меняется. Сейчас даже, я считаю, с нашим приходом на московский, питерский рынок, я считаю, такое в прошлое должно уйти, такие большие цены. То есть, мы за разумное ценообразование. Ну да, Света права, потому что реальный рынок элитки, он вообще только в Москве, даже вот в родном Петербурге для меня с прискорбием, это очень тонкая прослойка. Ну, бизнес еще есть, но реальная элитка только в Москве, и там комиссии, да, 5-8% доходят. Но это понятно, когда гигантские неликвидные дома за миллионы долларов на рублевки и так далее, там действительно до 8, в загородке до 10%. Мы сейчас это G Prime развиваем, и я вам гарантирую, через 3-4 года там тоже все будет нормально. С нормальной, адекватной ценой, там 1-1,5% от стоимости и все. Зачем там, куда больше. Как раз, Эльдар, вы недавно уже офис открыли, да, Москва-Сити? Да, это G Prime, все, он хорошо работает, то есть оказался сверхвостребованным. Вот, сейчас в Питере, я думаю, в ближайшее время тоже, ну там, в обозримом будущем, давайте такое правильное слово употребим, откроем, и будем развивать все эти направления. Ну да, элитку, вот, элитку бизнес, как минимум, в Питере, в Москве точно стоит качать, ну, как бы. Железно, железно. А, Эльдар, вопрос, кстати, это собственные офисы или у тебя франчайзеры там? Ну, у нас же там совместно, в Москве, проект совместный, то есть мы с там... А, это под Женей Датонским, да, тоже? Да-да-да, мы тут вместе с ним. Совместно, да, это мы совместно, у нас в Москве там совместно решили, у нас там откровенно повезло с партнером, с Евгением Валерьевичем, вот, и мы там великолепно развиваемся, я считаю. Ну, в Питере собственный, ну, основной собственный был. Да, да, да. Вот, в Москве там у нас, ну, вдаля, грубо говоря. Эльдар, как раз хотели, тут же у нас был пул вопросов по поводу сравнения рынков и условий работы, я не знаю, там, пользователей, это столицы и регионы, и знаю, что вы открываете офисы и за рубежом тоже, да, соответственно, вот там Россия и, не знаю, Прибалтика, Чехия, по-моему, Нидерланды. Может быть, вы собирались, я вот сейчас не скажу. Мы пока, слушайте, нет, пока мы вот в Чехии начали, да, так если про наше международное развитие, понятно, в странах СНГ, ну, слушайте, пока я считаю достаточно тяжело, то есть, вот, в Чехии, прямо скажу, там, не хочется много комментировать, но реально есть политические моменты, вот, такие, я считаю, неблагоприятные. И, ну, российскому бизнесу сейчас за рубежом, я вам скажу, так тяжело, мягко говоря. Мы сейчас обсуждаем, думаем, там, дальше работать, не работать, вот, ну, я думаю, в течение, там, какого-то времени примем решение. Либо уже туда дальше пойдем капитально, либо скажем, что нет, не хотим туда, то есть, не видим потенциала, лучше, там, другие рынки пробовать. В Дубае будем, тоже, в ближайшее время открываться. Да, извини, опыт Вьетнама, вы в итоге там открылись? Нет, мы там с франчайзи открывались, нет, там у нас неудачный опыт, то есть, надо признавать ошибки, вот, мы там тоже посчитали, смотрим, там, энергии больше тратим с франчайзи партнером, чем, ну, я считаю, где-то не повезло с франчайзи партнером, хотя, слово не повезло, считаю, не бывает в бизнесе. Бывает, слово, неэффективно отработали вариант, и эффективность, поэтому пришлось направление закрыть там. Вот, ну, мы пробовали, мы какой-то опыт набирали, понимаете, есть еще, нужно иногда набрать необходимые такие количества отказов для успеха, и иногда даже, вот, казалось бы, неудача является первым шагом, будущим победам. Вот, мы это тоже понимаем, потому что совсем не делать, ну, тоже нельзя. То есть, поэтому мы где-то, у нас всегда есть часть бюджетов, которые мы, ну, просто для себя, как внутренний венчур рассматриваем и туда идем. Вот, очень часто он очень хорошо окупается, получается хорошее направление, но часто бывает, прямо скажем, провал, как у всех нормальных людей. Скажу про Дубай, ты как раз ездил там, по-моему, весной в Дубай, встречались с Олегом Торбасовым, который там у Вайзвилла развивает офис. Что тебе, вот, с точки зрения риелторского бизнеса и новостроечного, в частности, потому что там у Олега это новостроечная тема, в первую очередь. Что тебе понравилось в Дубай, и вот там какие интересные кисли ты видишь? Слушайте, Дубай хороший рынок, там, конечно, крутая система налогообложения, то есть, я считаю, что это надо в открытую говорить, что основная проблема в России, в предпринимательстве, это надо менять систему налогообложения в целом, потому что, ну, есть там вопросы, серьезно, после того, как ты с минимального бизнеса вырастаешь в услугах, там почти что, ну, такая турбуленция начинается, там невозможно почти работать становится. Это вот очень серьезный вопрос, мы его пытаемся двигать на всех уровнях, но пока услуги так сильно не развиваются глобально, к сожалению, и здесь я считаю, что есть большая проблематика, именно вот, очень большая проблематика в этом вопросе, мне кажется, если бы как-то удалось это сдвинуть, открыть вот это пространство, мне кажется, сфера услуг России бы просто другими темпами развивалась. Вот дальше, кроме налоговой системы, что преимущество в Дубае, это очень хороший рынок спроса, то есть, со всех стран едут, слушайте, Африка, там, Азия, Европа, там, Россия, да, как что-то особенное, вот, тоже огромный спрос, все нормально, рынки хорошие, вот, поэтому прозрачные, все понятно, я думаю, там хороший потенциал, и поэтому Олег, безусловно, молодец, что туда зашел, развивает, я вообще хотел сказать, что о нем крайне положительные у меня отзывы, он тут в Тюмень потом в гости ко мне приезжал, вот, я считаю, большой талант. Но в Дубае ты новостроечный бизнес, как и Олег планируешь? Нет, мы все будем, всем будем заниматься, у нас, мы никогда на новостройках, либо на элитке не концентрируемся, у нас же, мы же сторонники заниматься всем, и сразу, вот, и считаем, что для риэлтора, на самом деле, это эффективно, потому что даже для элитного риэлтора, то есть сейчас очень много элитного жилья на вторичном рынке, даже в той же Москве со стоимостью 200, 300, там, 600 миллионов объекты, и чем больше рынок развивается, тем больше процент, как ни странно, будет вторичного жилья, мы же все понимаем, строится раз и потом переходит, и через там 5-7 лет, я уверен, что доля в элитном рынке новостроек будет меньше, 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 меньше с каждым годом, потому что, даже я вам скажу так, прямо, я когда сам себе покупал, ну, жилье, это не так часто было, но было, для меня было реально важным критерием, чтобы это не была прям новостройка-новостройка, потому что в первый год там одни ремонты, или два года, вот, и непонятно еще, что с квартирой, как там, что дует, не дует, как там система, в общем, лучше проверенный вариант, а я как-то сам в сторонних вторичке, если честно. Я сейчас еще Ильдару задам вопросы, тебе микрофон передам, ну, и, как договорились, Саш, тоже, если есть вопросы, тоже включайте, мы договорились же о гибриде, да, вот. Ильдар, и про коммерцию, исторические этажи никогда не шли в коммерцию, что думаешь о рынке коммерческой недвижимости? Ну, мы не шли, но пошли в последнее время, мы сейчас во многих территориях хорошие темпы набрали, очень хорошие темпы, вот. Вот, в целом, я считаю, что это сверхпотенциальный рынок. Вы знаете, я был в Германии на конгрессе крупнейшем коммерческой недвижимости, забыл, как он назывался, честно, как-то он там, забыл, вот, в Мюнхене. И там, я схожу, там ходят такие, слушайте, навороченные брукерские системы, столько у них объем сделок, и они говорят, а у нас, типа, вот, в Мюнхене, 40% бизнеса, это коммерческая, вообще, во всем рынке, 60%, вот. Вот, и я думаю, что мы тоже к этому придем в Россию, то есть потихоньку, конечно, 40-60 у нас никогда таких цифр не будет, мы сильно любим собственность, там надо понимать, Мюнхен, там весь он на аренде живет, да, там это, я еще тогда был, тогда ходил, поразился, то есть там это норма, там покупают не так часто, то есть, ну, это реально. Вот, в России другая ситуация, я думаю, бизнесы будут развиваться, рынок коммерческий, кстати, очень сильно растет, об этом мало где говорится, но последние два года после пандемии коммерческая, вообще, спрос просто колоссально большой, по моим оценкам, он вырос гораздо выше, чем на загородную и новостройки, и на коммерческую. Только по загородке сравнится рост спроса, он двухкратный почти идет по России, то есть, с 19-м годом он трехкратный, то есть, Россия потихоньку становится, как и положено, нам с такими территориями, лесами, морями, океанами, реками, спрос идет очень сильно на загородную недвижимость в России, и на коммерческую, вот реальный лидер. Скажи, пожалуйста, как ты пришел к мысли, то, что вы открыли, ну, я говорю, пилотный проект в Тюмени, то, что вы начинаете строить коттеджные поселки, и планируете ли дальше потом в Москву, в Питер? Слушайте, ну, для нас это такой проект пока пилотный, пока тут небольшие объемы, в принципе, сейчас такие, вообще, можно сказать, смешные, там, может быть, там, не знаю, в следующем году, ну, может быть, посмотрим, может, там, до 100 домов там построим, вот. Слушайте, посмотрим, как пойдет, ничего пока не буду, пока у меня какие-то нейтральные оценки от данного процесса, то есть, сможем ли это масштабировать, нам просто построить, там, ну, там, 10, сейчас, вот, сейчас вот первые 10 там построили, ну, не знаю, вот, какой-то бизнес показался другой, в отличие от риэлторского, да, то есть, не могу сказать, есть свои плюсы, свои минусы, своеобразные, вот. Вот, и поэтому решим потом, решим, если вдруг, ну, поймем, что нормально, конкурентоспособно, пойдем дальше, может быть, мы эту идею оставим, будем все-таки развиваться, но я считаю, вот я уже говорил, венчурные проекты должны быть всегда, то есть, это правильно, это нормально, и, да, это, ну, нужно пробовать, нужно пробовать. Пока вас слушала, Ильдар, появилось несколько управленческих вопросов, есть несколько, как бы, основных таких подходов глобальных в бизнесе, да, есть бизнесмены, которые привлекут консультантов, все посчитают, взвесят на берегу и, там, не пойдут, откажутся. Есть, которые говорят, лучше маркетинг это попробовать, там, главное, ввязаться, разберемся. Вот, мне кажется, что вы тяготеете больше ко второй стратегии, ну, может быть, я ошибаюсь. Как вы вообще принимаете решение, на чем основываете? Хорошо, что я создаю такое впечатление быстрого, смелого человека, вот, слушайте, на самом деле, у нас в основе все-таки первый подход. Мы быстрые, эффективные, но при этом мы все считаем, анализируем, смотрим, просто делаем это очень быстро, и всем кажется, что мы не успели еще ничего сделать, на самом деле, мы уже все успели, все проанализировали и уже делаем. То есть, я скажу, наверное, ваш ответ, вопрос, он такой, просто это под капотом, это никто не видит, да, то есть, я бы вот вам сейчас показал, сейчас вот перед этим был, тут вот огромный анализ цифр шел, там, такая дискуссия была на уровне, там, корреляции закономерности, там, анализа, там, процентили, там, ну, в одном вопросе, допустим, и такой глубокий анализ, чтобы мы, там, сказали, да, мы-то это делаем, вот. И опросили там кучу, и аналитических данных собрали, просто это же никто не любит, это же никому не интересно, об этом говорить, да, там, смотреть, а как вообще все это происходит. Всем же нужен хайп, какие-то такие темы, а на самом деле, считаю, вот, это же надо изучать именно с позиции управленческой теории. Так, если, но при этом мы быстрые, потому что мы считаем, что там вопрос вот этой дельты, глубины анализа, потому что в первичном анализе просто уже есть 90% успеха, даже если ты просто, вот, ну, плюс-минус подготовил, глубоко копать не надо. Как правило, копаешь еще в этих 10%, если ты по первой аналитике видишь, что все нормально, надо делать, а потом разберемся, то это я поддерживаю такие слова, вот, но просто вот делать, сделаем, а потом подумаем, это точно не про нас. Мы быстро подумаем и быстро сделаем, вот так, такой девиз у нас. Хорошо, ну, вот, ваши примеры, там, с Прибалтикой, Чехией, Вьетнамом, они же все-таки были просчитаны, но при этом есть какой-то элемент удачи, там, повезло, не повезло с партнером, я не знаю, или там какие-то политические риски новые появились. Да, покажу. То есть, смотрите, вот в России, Игорь Ман как-то блог читал, Игорь Мана, я его читаю, то есть, там написано, 92% бизнесов России закрываются в первый год. То есть, изначально бизнес – это вещь с низковероятностным наступлением события. Ну, так вот, успешный бизнес, ну, давайте, там, иллюзии не должно быть, то есть, это реально так. То есть, соответственно, когда мы в модель выстраиваем анализы каких-то решений, мы должны понимать, что даже 50% успех – это успех. И поэтому в модели анализа мы так и делаем, что мы не ходим, вот, мы же как, если мы были бы какие-нибудь там, скажем так, ну, вообще всего боялись на свете, там, если есть 1% вероятности неуспеха, мы это не должны делать. Мы при аналите, да, понимаем шансов там 32%, для примера. И там, допустим, ну, там еще какой-то процент, что будет просто средний, придется попахать. Но мы идем туда, понимая суммарный объем риска и что есть, допустим, 10% вероятности суперуспеха. Все, вот у нас так и получается. Где-то суперуспех, где-то провал, но в сумме система развивается. А вообще не делать – это ошибка. А плюс у нас есть проблема неопределенности, высокая бизнеса сейчас, ситуация. Сейчас, вот, я думаю, многие согласятся, степень неопределенности просто шкалит во всем. То есть сейчас она, вот это хаос, он стал, мне кажется, уже… Раньше, когда казалось хаос, сейчас это уже такая стабильность, ну, ранешний хаос. Сейчас это… А то, что раньше была стабильность, сейчас это вообще, не знаю, недостижимая мечта в плане, ну, прогнозирования. Вот, поэтому, слушайте, с вами согласен, да, но, допустим, были неудачные, были удачные истории. У нас шикарный рынок Казахстана, мы там лидеры уже, то есть запасы мы там везде развились, мы там бьем все рекорды, эффективно развиваемся. Мы в Белоруссию прекрасно вышли. Вот, сейчас вот развиваемся в Узбекистан и Кыргызстан пошли хорошо, в Чехию пошли тоже там. Там, если не политические риски убрать, то все вообще хорошо проходит тоже в целом, там уже активность сделки в большом объеме проходит. Вот просто я так, что-то сам думаю, есть там сигналы, так не хотелось бы сейчас на камеру говорить, не очень там некоторых моментов. Вот, и поэтому, может, примем решение, что нет. Вот и все. Ну да, Вьетнам неудачно, Литва, Латвия, там где, там, Рига были, неудачно. То есть, тут удачно, вот такая пропорция, вот это бизнес, такое дело. Как ты считаешь, какие должны быть ингредиенты, чтобы построить федеральную мировую франшизу, например, как Сенчевит 21? Твой взгляд, как раз учитывает твой опыт, какие ингредиенты, чтобы риэлторскую мировую франшизу построить? Слушайте, ну, как это не, это, может быть, необычно прозвучит и непатриотично, прежде всего надо находиться в Америке. Потому что у них мощный протекторат бизнеса идет, да, и в целом там больше шансов. Ну, давайте откроем, кто из российских компаний международную какую-то сеть хорошую построил. Ну, так вот, по-честному. То есть, Сбер везде распродает, Сбер, представляете, там триллион чистой прибыли, да, толком не получается. Яндекс, где зацепился? Хотя, вот кто пользуется Яндексом, продукты шикарные, вот серьезно, я считаю, что они прям монстры. То есть, у них Яндекс такси удобнее, чем Uber такси. Яндекс еда удобнее, чем Uber еда, там, поисковик, мне кажется, классный вообще, то есть, все там, начинаем там, ну, все их продукты смотреть, ну, реально крутые. Там, удобнее билеты покупать, чем на Expedia даже, ну, так, примерно. Но, понимаете, нет возможности масштабироваться, потому что есть вот эти все нюансы. Вот, поэтому, а второй критерий, наверное, ну, может быть, у нас получится, ну, что-то у меня с каждым годом надежд меньше, потому что мы переезжать точно никуда не хотим. Вот, а в текущем формате, конечно, слушайте, к российскому бизнесу отношение такое, с опаской большой за рубежом, я вам так скажу. То есть, мы отращаем, мы на всех конференциях ездим, там, были и в Париже, смотрим, слушайте, вроде продукт у нас хороший, все, они говорят, слушайте, у вас страновые риски, там, туда-сюда, мы не хотим работать. Мы понимаем, что вы крутые, но работать не будем. Вот и все. Ильдар, простите, я дам просто несколько вопросов, которые были мне интересны, и чтобы время осталось. Ильдар, как ты вообще видишь на горизонте 20-х, да, мы в 20-е вступили в бурные, как ты правильно сказал, еще более зашкаливающие доли и неопределенности. Как ты вообще видишь трансформацию риелторского бизнеса в России, сейчас про Россию говорим, вот с точки зрения взгляда, например, как будет переспределяться доля между, например, есть A-клиенты крупнейшие, да, вот куда этажи относятся, безусловно, и там, например, местные лидеры. Вторая группа – это B, это все средние и малые агентства недвижимости, да, A-C, C – это частные маклеры, брокеры, частные риелторы и микроагентства. И вот, например, есть там теория, что будут растей, которые являются большими конвейерами, да, эффект масштаба, вот как этажи, да, фабрика по найму, фабрика по обучению, там, HR-компания, да, так, как ты себя подчеркиваешь, этажи – это, в первую очередь, HR-компания, да, и будут, например, теряться B, потому что у них их, у них все меньше преимуществ, за счет чего они могут брать деньги, ну, там, за свои сервисы, с риелтора эти 50%. Вот, ну, это как пример, вот как ты вообще видишь трансформацию риелторского бизнеса в России в ближайшие 10 лет? Я давно на эти темы не высказывался, так, в большом формате, давайте выскажусь. Ну, первое, все мы видим, во-первых, очень важно оценить ретроспективу, то есть, что произошло вот последние, там, полтора года, вот, там, уже почти два, да, там, сначала пандемии, там, вот, потому что китайцы, там, в январе уже начали вот это все, то есть, два года, по большому счету, прошло, мы живем в новой реальности. Что там, что произошло за это время? Значит, доля крупных компаний увеличивается, это факт, то есть, в общей структуре, там, бизнеса доля очень растет. У нас этот год вообще рекордный был по доле рынка, по приросту, то есть, мы закончим просто круто, вот. Дальше, насчет средних компаний, они, мне кажется, будут, у них сейчас время есть определиться, они все-таки либо хотят стать большими и конкурировать, либо они потихонечку, и у них этот шанс есть, на мой взгляд. Я, например, считаю, что у них есть все возможности увидеть уже, как, ну, старшие товарищи, скажем так, какие циклы прошли, вложились в IT, там, в HR-системы, в бренд и стали, а ты заработали, получили влияние, получили там новые преимущества и явно развиваются. То есть, они сейчас либо к этим примкнут, B-категория, конкретных имен сейчас бы не хотелось называть, но я думаю, у всех у них есть выбор. Причем, видите, риелторский бизнес очень тяжело масштабировать в другие города. Вы знаете, он, вот, я могу по себе сказать, я, ладно, ко всему с юмором отношусь, вот, и, ну, это реально сложно, объективно сложно. Я понимаю, почему там, по большому счету, вот так вот системно, чтобы прям лидеров рождать в своих территориях в большом объеме, получилось только у нас в России. Вот, и на просторах бывшего СССР, потому что во всех остальных территориях все-таки это не лидеры. То есть, вот, там другие сети взять, да, они там в таком объеме, ну, нигде первые места не занимаются, таким большим покрытием. Значит, это сложно. То есть, как правило, там все-таки маленькие компании возникают на других территориях. Вот. Но, я считаю, шанс есть у всех, сейчас еще не поздно. Значит, через два года будет поздно. Я сейчас считаю, рынок, знаете, вот, он в ближайшие два года полностью определится. И на прямой вопрос, да, я считаю, B будет тяжело, я согласен. То есть, то, что я сейчас вижу, их динамику развития, я считаю, что два года они проспали. Вот. Толком ничего не делали, не инвестировали, не развивались. Сейчас где-то на багаже едут, но одновременно и не поздно, но исходя из трека, я бы им уже тройки всем поставил. Вот. Нам бы тоже пятерку не поставил, сразу скажу. То есть, мне кажется, мы могли, я считаю, это где-то недоработка и моя лично, в IT активнее инвестироваться. Мы должны были быть посмелее, потому что мы сами, допустим, апрель, май, я считаю, ну, так чуть переволновались, такое слово потребим. Вот. И получается, что могли поэффективнее развиваться. И только где-то мы в июне окончательно, ну, поняли, что все хорошо. То есть, месяца три мы потерялись, серьезно. Это очень дорого для таких. Видите, у нас, ну, как раз частный капитал, да, понятно, что мы только на свои силы можем рассчитывать. И иногда нам может страшно становиться, мы будем, можем бояться. И иногда мы вынуждены там, потому что у нас ни рубля кредита нету. То есть, мы только за свои деньги привыкли жить. И где-то иногда, ну, страхуемся, потому что опыт был 15-го года, обожглись. Я сам помню, что там все на грани было. Зачем нам все это повторять? Вот. Касательно трендов, это вот малая часть трендов, это просто ответил на ваш вопрос. Более глобальные тренды. Конечно, интересно, уйдет клиент в онлайн или нет. Да, тут, конечно, рулить будут, если это случится Циан, Домклик, грубо говоря, да. То есть, понятно, что, ну, несмотря на то, что вы интервью проводите, я все равно скажу так, как будто просто отвечая на вопрос, да. Я думаю, что и Циан, и Домклик спят и видят активное участие на этом рынке, да. Причем где-то они сейчас думают, в какой стадии там с риэлторами-то ссориться начать, грубо говоря. И когда это, значит, когда это там вот двигать, да, вот эти процессы более активно, потому что это все сдерживает текущая бизнес-модель. Монетизируется ж пока с риэлторов в основном. А как сюда и при этом их не обидеть? Я представляю, как у этих двух компаний голова болит на эту тему. Вот, и получается, что, но по факту проникновение клиента в онлайн идет медленнее, чем кажется. Именно в плане вот основной работы риэлторского бизнеса, да. Более того, она растет, доля проникновения риэлторских услуг. То есть, это же главный индикатор, да, куда все идет. Вот, поэтому здесь я дам тоже прогноз положительный для риэлторского бизнеса, что все-таки после такого вот эта скорость перехода в онлайн клиента будет не такая большая. Ипотека вся туда уйдет, факт. Новостройки прилично туда уйдут, но не полностью. Вторичка загородка туда не уйдет в ближайшие 5 лет. То есть, она все-таки останется за риэлторским сообществом. Но такая перетягивая каната будет происходить. Вот, мы, естественно, тоже в IT видим. Мы единственная модель, которая себе позволит гибридную модель, потому что мы будем сильны и в онлайне, и с риэлторами. Да, нам это дорого, у нас из-за этого низкая маржинальность, что мы две стратегии осуществляем. Очень сильно и там, и там инвестируемся. Но я думаю, что это правильно. Мне интересно посмотреть, куда. Вот я, допустим, пока точно не уверен, что та или иная позиция точно победит. Поэтому дешевле сейчас хеджироваться, держать оба, грубо говоря, обе армии, условно выражаясь, интеллектуальные, которые и там, и там улучшают бизнес. То есть, мы и там, и там ведем там два бизнеса в бизнесе. У нас сейчас есть там и по новостройке свои проекты, по онлайну свои, по ипотеке онлайн проекты, там по личному кабинету, но мы верим в модель все-таки с риэлтором. Даже эти все проекты у нас, они только с риэлтором. Я не верю в риэлторский бизнес без риэлторов. Вот. Ну и еще интереснее, это вопрос, роль государства в этом процессе, да? Оно же тоже тут значимый игрок. То есть, она может менять налоговые нагрузки, она может менять там правила регистрации, государство может менять субсидирование различного рода, то есть, финансовый сектор через учетные ставки заложит. То есть, там это уравнение с неизвестными, потому что четких сигналов нету, какой-то системной доктринной программы в широком понимании, мне кажется, нету. Вот именно на вторичном рынке, вот именно такое. Да, есть там заявление по поводу роста, но вот такой вот, где бы я, допустим, ждал какого-то видения на ближайшие 10 лет, но вот, на мой взгляд, его нету полноценного государства. Или есть, но в нем никто не знает, такое тоже может быть. Вот, поэтому я вот дам такой прогноз и точно совершенно... А, еще я ожидаю все-таки иностранных участников. Я думаю, что вот эта вся ситуация текущая, она не вечная. Я думаю, в горизонте 2-3 года откроется и рынок для иностранных банков, агентств недвижимости, агрегаторов. То есть, я уверен, рано или поздно это случится. И тогда, ну, я думаю, потребитель еще больше выиграет. Все-таки сейчас рынок недвижимости – это единственный капитально-локальный рынок в России. Все, где иностранцев просто нет. Я считаю, что это неправильно и это плохо для рынка. Вот, и это тоже должно поменяться. И там будут свои правила игры. Вот, и также еще из крупных изменений. Но я лично планирую, это очень сильная конкуренция за право работать с риэлторами и партнерами. То есть, я считаю, будет образовываться огромное количество кавортингов, которые будут конкурентоспособны, и они уже есть, наращивать мощь. И это действующим компаниям будут вести к большим вызовам, которые должны будут в итоге привести либо к созданию суперсервисов, суперкачества, либо как-то изменение процентного вознаграждения. То есть, все зависит от того, как вот сейчас, от сложной совокупности факторов, но эти риски точно для всех существуют, все их понимают. А это, опять же, риски только для собственников компаний. А потребитель в итоге должен выиграть от этого, и риэлтор. То есть, ему будут предлагать больше услуг, либо лучше условия. Вот это к вопросу конкуренции, она всегда идет плюс всем, на мой взгляд. Вот если так вот, кратко ответить на вопрос, как я вижу это все. У меня вопрос. А вот в моделях развития каворкингов, бренды как Макромир, полезные люди и так далее, ты видишь, ну не угрозу, но ты видишь перспективу этой модели, как ты видишь? Слушайте, я считаю, что это никакая не другая модель, это другое ценообразование внутреннее. И все. Суть же услуги такая же. Они же не меняют модель, бизнес-модель услуги. Они меняют правила внутреннего вознаграждения. То есть, условно, это не считается сменой бизнес-модели. Вот в моем понимании, по крайней мере. То есть, это просто... Мы, может, тоже у нас в некоторых городах есть там разные политики под топ риэлтором. То есть, ну, мы сейчас просто обдумываем свои ходы в этом вопросе. Может быть, там наоборот, допустим, в следующие три года станут того, как действующие агентства невижимости обратно заберут всех риэлторов. То есть, при этом вопросе, как это правильно все сделать, я такое не исключаю развитие. Да, скажу так. Вот. Ну, это... То есть, там я не вижу, они ничего нового рынку не дают в плане бизнес-модели именно клиентского. Наоборот, они ее ухудшают, как ни странно, за счет там где-то не так много инвестирования в компанию. Потому что вот этот центральный вопрос, где больше ценности, в компании или в самом риэлторе? Вот где ответ на вопрос. Какие преимущества нужны, которые дает целом рынок? Там автоматизация, какие-то партнерские взаимоотношения, эффект глобальности процесса. Либо там конкретный риэлтор, который качественно работает. Что клиент готов больше платить? Вот ответ этот на вопрос приведет к более эффективному развитию тех или иных бизнес-моделей, которые правильно чувствуют вот эту распределяемую ценность. И туда будет больше ресурсов вкладывать. Ну, вот так я это примерно вижу. Может, конечно, чуть усложненно говорю, но я думаю, все поняли. Хорошо. Я немножко хотела немножко снизить градус беседы с глобального на локальное, спросить про больное. Про Сочи. Это рынок риэлторов. Да, Идар, вы употребили это слово, словосочетание рынок риэлторов. Там рынок риэлторов. Там без риэлтора, как мне говорят, ни шагу ни влево, ни вправо. При этом рынок наводнен фейками, там борьба фейки против фейков идет, куча каких-то заманух и так далее. В общем, Сочи стал для России примером непрозрачного какого-то мутного риэлторского рынка в плане услуги. Как вы оцениваете вообще движение в сторону прозрачности глобально и конкретно в Сочи, как вы видите ситуацию? Может ли она быть разрешена, например, для пользователя? Я всегда, знаете, что говорю, что там же, ну все мы помним, там с советского времени исторически своя какая-то культура была ментальная в Сочи. Но я думаю, все согласятся. То есть там начиная от знаменитых сточинских таксистов, вот, заканчивается там, скажем так, другими деятелями. Вот, и получается, что в целом сформировалась такая культура, ну что главные деньги, грубо говоря, да. Как результат, сейчас там многие застройщики платят огромное, там разрешение, там все знают, еще пять лет назад все было незаконно. То есть там правового поля, ну не существовало по большому счету в этом случае, вот, в плане рынка недвижимости. Я имею в виду новостроек. Вот сейчас там ситуация меняется, все это знают, но на рынок риэлторский пока все это не перешло, потому что строители-то там быстро в порядок привели, в чувство. То есть, я так понимаю, там даже на какое-то время разрешение останавливали, там и дела были, и сейчас там, да, и порядок, вот. А риэлторский бизнес, он же такой, просто копирует то, что есть, культуру. А если там привыкли, ну вот 10% была ставка, все это знают, некоторые застройщики платили 10%, все. Продал квартиру за 11 миллионов, миллион 100 комиссия. Слушайте, риэлтор взял этот, получил миллион 100, и можно, в принципе, не работать еще квартал, наверное. Вот, поэтому вот такая ситуация. Как это получилось? Да очень просто, это вопрос культуры. Фейки, мы тоже боремся там, вот у нас, внутри нам тяжело, нам риэлторы в открытую говорят, давайте будем фейки выставлять. То есть, почему наша компания, а мы принципиально все знают, у нас позиция вообще компания, вообще принципиально, никаких фейков. Вообще, боже упаси. Представляете, мне вот риэлторы, прям, я же бываю в Сочи, да, прям доказывают, что фейки это правильно. Можете такое представить? Давайте вернем политику там фейков. Я говорю, ребята, ну вы что, то есть так, это не наша политика. Вот, потихоньку меняется ситуация. Я могу, в целом скажу, ситуация оздоравливается в Сочи. Вот, в целом она лучше становится. Ну, конечно, то, что там есть сейчас, это, ну, недопустимо там. Для бизнеса, я считаю. Почему я вот считаю, большие деньги всегда расхолаживают, там, за единицу операции? Потому что люди, ну, качество не то предоставляют, там, эффективность теряют. Поэтому, мне кажется, в Сочи нужно для начала резко снизить комиссии, сделать их рыночными, да. И только потом пойдет развитие там это. Если там будет, как сейчас, там, ну, все знают, что там всякие шапки существуют в неимоверном количестве. Всякие там непонятные явления. К сожалению, это просто, не знаю, ужасное вообще. То есть, Светлана, поэтому я с вами согласен полностью. Тут нет у меня каких-либо слов. Наша компания пытается что-то делать, но у нас доля маленькая. И даже у нас, я вам прямо скажу, есть такие точки зрения, что, дескать, вот та вот политика, которая сложилась в Сочи, она правильно, они говорят, ну, это же нам дает возможность больше зарабатывать. Все. Я говорю, ребята, это все временно. То есть, рано или поздно придут компании, которые правильно отстроят бизнес-процессы, завоюют доверие потребителей и возьмут весь рынок. Все. Что, в принципе, случилось с Яндекс.Такси, допустим, там, да, когда мы все видим, что и то тебе как-то там умудряются там все равно все это делать, да. Но уже сложнее, уже рынок более-менее цивилизован. Вот, мое мнение такое. Это только в Сочи? Я вам сразу скажу, только в Сочи, больше нигде такого нет. Я хотел спросить, это только в Сочи же у нас такое, да? Только в Сочи, нигде. Я ответственно заявляю, это единственный регион с таким вообще интересным-интересным рынком. Но изменение этого рынка за последние два года тоже фантастически. Я вам скажу, он очень быстро меняется в лучшую сторону. Вопрос по внутренней работе. Для агентств есть такая проблема, что вот агент ушел, базу с собой забрал, и агентство теряет. Теряет в клиентах, я не знаю, там, в базе, в деньгах и так далее. Как у вас эти вопросы решены? Слушайте, ну у нас клиенты-то, как говорится, все ходы записаны. У нас нет таких проблем. Вот, поэтому, ну а если у каких-то компаний еще такого нет, то я считаю однозначно, все клиенты должны быть в базе. Иначе дела нельзя делать. То есть, как иначе, там, все, риелтор не работает. Я считаю, он в том числе и с компанией работал, мы ему вправе предоставить выбор другого риелтора. Это нормально. Как вы вообще набираете, как набираете сотрудников? А у вас же, по-моему, все риелторы, это ИП? Ну у нас все риелторы, HR и бизнес-партнеры. Мы с ними устраиваем отношения. То есть, мы предлагаем, там, у нас есть бизнес-инкубаторы, которые предлагают, там, стать предпринимателями, вот, развиваться. В принципе, достаточно успешно. В Америке, кстати, бизнес тоже продает, риелторские профессии продаются как бизнес. То есть, я был на форуме, был по, форум, знаете, назывался Online Name HR у риелторов. Online Name Realtor, Online Partner, там тоже так же, там же такая же, как у нас, то есть, риелтор не является как сотрудником, а предприниматель. Вот, Европа, вся Азия так же работает. То есть, ну там, иначе, весь мир к этому пришел, иначе это невозможно. Потому что очень большая доля, если бы это был бы сотрудник в структуре оплаты, это просто сразу же нерентабельно становится. Вот поэтому это везде предприниматель. Вот, и, ну, нормально рассказываем о потенциале, об эффективности, там, какой доход, как профессионалам стать, что это профессия на всю жизнь. И реально у топов, которых получается, они потом очень долго работают, на благо себя, своих семей. То есть, ну, это целый такой бизнес-процесс, это надо как-нибудь отдельно собираться на эту тему. Конечно, понятно, раз у нас почти уже 20 тысяч нас в системе, да, партнеров, понятно, что это такой бизнес-процесс, который мы преуспели, скажем так. Но в основе лежит там открытость и честность. То есть, мы всегда прямо говорим людям, показываем примерный цикл дохода, говорим, что первые два месяца денег у вас не будет вообще совсем. вот, и, ну, вот, надо 4 месяца, по сути, как на военные сборы. Все. И знаете, большинство готовы, потому что лучше помучься 4 месяца. У нас средний доход там риэлтора примерно сейчас в районе там 100 тысяч рублей, да. Мы понимаем, что это средний, там есть звезды, которые там имеют 600-700 стабильно месяц дохода. Вот, чем, ну, и потом там жить там в другой реальности, грубо говоря. Вот, поэтому здесь вот так вот и нормально все. Но риэлторы могут быть не все, я вам сразу скажу. То есть, по нашей оценке, если так интересна внутренняя статистика, из пяти, кого обзваниваем, один приходит на собеседование, вот, еще из этих одного мы там берем процентов 30, да, из тех людей, кто приходит на собеседование, вот. Из тех, кто вышел бизнес-партнером, через год работают примерно где-то 15-22 процента, вот. Но зато эти, кто остался, вот у них уже все-все хорошо. Да, вот. Вот такие цифры. И знаете, я не считаю, что это плохо, это реально сложный очень бизнес, я вам так скажу. Я вот, если кто меня смотрит, не из риэлторов, и думаю, что это легко. Нет, это очень сложно. Очень много кто приходит, говорит, слушайте, тут люди деньги получают здесь не просто так, это реально тяжелый труд. 20 тысяч, да, уже около 20 тысяч риэлторов в сети. Это по России, это или включая... Нет, все вместе, нет. И сколько сейчас, 160, по-моему, 150 плюс, да, офисов? Городов у нас 192, по-моему. Ну, плюс-минус, я могу ошибаться, я сам честно уже точно не знаю. И по твоей оценке, как обычно, на тему емкости рынка России, по твоей оценке, сколько риэлторов всего, ну, считаем и агентов в агентствах, там, и частных маклеров, вот сейчас твоя оценка. Ну, мы считаем, давайте так, то есть, 20 тысяч я живем в сумму, сказал и риэлторов-партнеров, и админсотрудников, и IT-специалистов. Вот, мы считаем, что кто хотя бы раз сделал сделку, давайте так, в квартал, ну, такую оценку подберем, кого считать риэлторов, где-то 160-170 тысяч. Примерно. Вот такие оценки. И по агентствам. Как оцениваешь количество агентств в России? Ну, всех, включая ABC, там, крупные, средние и маленькие. Ну, мы там тяготеем цифры где-то 30 тысяч, примерно, плюс-минус. Вот. Ну, вот где-то вокруг этого все крутится. Там разные, тут все понимают, сложная система метрик очень достаточно. Ну, примерно вот мы вот так рассчитаем. Вот, причем, ну, рейтинга, в моем понимании, где-то у шести агентств на сегодня. Вот, прям, действительно. Их оцениваем как потенциальные конкуренты, да, то есть, вот, для нас шесть компаний. Вот, мы их смотрим, пристально, понятное дело, отслеживаем, анализируем, встречаемся с ними. Вот. И на подходе еще агентств 25-30 к рейтингу B относим. Которые потенциал имеют, молодцы, остальные, к сожалению, ну, являются по большому счету небольшими компаниями. Я говорю к сожалению, потому что конкуренция, отсутствие конкуренции, это плохо. Еще одно, наверное, в завершении от меня вопрос. Как оценишь сделку недавнюю, перспективы и самолеты? Как ты считаешь, в чем синергия для агентства недвижимости, вот там, синергия может быть с крупным застройщиком? У меня такая двоякая оценка, то есть, там, ни для кого не секрет, что у нас сначала с ними были переговоры, но мы, в принципе, сказали, что мы не продаемся. У нас такое личное у меня правило. Вот. Я считаю, что бизнес, он должен быть таким. Тут единое началье должно быть в этом бизнесе, иначе это сложно. Самолет, все знают, купил контрольный пакет, да, больше 50% перспективы, и, по сути, теперь самолет собственник компании. Вот. И я считаю, что это очень хорошо для рынка. Самолет это, слушайте, очень крутые управленцы, сильные такие бизнесмены, которые, я думаю, этот рынок, ну, сейчас, понятно, будет такая пауза, там, анализируют, посмотрят, что и как. Я уверен, ну, сделают хороший рывок вперед, 100%. Но, есть свои минусы, там, она сеть-то франчайзинговая, все же понимаем, там своих филиалов не было, и поэтому это будет такой осложненный фактор развития. Посмотрим, что будет, даже интересно. Ну, у меня со всеми хорошие отношения, я думаю, что наличие еще одного сильного игрока, такого, как самолет, сделает рынок лучше и цивилизованию, я в этом уверен просто. Я даже внутренне обрадовался. Вот, если посмотреть на синергию, в чем ты видишь синергию, или, наоборот, конфликт интересов, когда там крупный застройщик с... Слушайте, ну, давайте так, вот, я даже могу информировать, чтобы все понимали, насколько самолет прозрачная компания, самый крупный продавец среди агентств недвижимости, это мы, им, их объектов, да, то есть у нас, по-моему, я смотрел, больше 200 сделок в ноябре прошло, то есть по Москве только, то есть что-то вот такие цифры, ну, что просто вот объем бизнеса, там, взаимодействие. Вот, дальше, и мы при этом прекрасные отношения, взаимоотношения сохраняем. Вот, далее, безусловно, мы, у нас был проект выкуп квартир совместно с самолетом, ну, когда мы рассчитывали делать там стратегическое партнерство, потом, раз они решили покупать, понятно, мы это прекратили, и они сейчас это будут делать на базе i-buying, так называемой, на базе перспективы, вот, я считаю, что это хорошее конкурентное преимущество будет для перспективы, вот, и это правильно, абсолютно, мы это будем делать тоже сами, то тоже это может быть и хорошо для нас, да, то есть что у нас будут руки развязаны, потому что там все-таки партнерство есть партнерство, да, это есть плюсы, есть минусы, вот, дальше, по развитию рынка, я уверен, что... Да, можно про i-buying, что думаешь по поводу этой бизнес-модели в России, и как оцениваешь перспективы, и взгляд, там, ну, поскольку ты за рынком следишь, взгляд на штаты, например, ты недавно вернулся, почему это не полетело у Зилу, там, лучшего Пандора, вот, как это... i-buying, мы, во-первых, им сами сейчас занимаемся, то есть мы туда проинвестировали порядка своих, там, ну, где-то там, приличную сумму, там, несколько сотен миллионов рублей, мы сейчас с хорошей доходностью идем, то есть на уровне, там, 16-18% годовых, вот, мы довольны, для нас это, ну, хорошее размещение денег, и еще плюс скрытые преимущества, поэтому пока на этих уровнях кажется, что Россия... ну, понятно, i-buying там, там, даже до миллиарда это и не i-buying, это так, тренировка, вот, реальным смогут заниматься только институциональные инвесторы, такие, как Сбер, такие, как Самолет, то есть, когда речь должна идти, там, о миллиардах, о десятках миллиардов рублей, вот там я не уверен в эффективности этой модели, я вам так скажу, прямо. Зилу это доказал, то есть, они там набрались, в итоге, там, огромные, скажем так, складирования, так это назовем, да, все видели, там, что и с акциями случилось, вот, и я думаю, что в России это такой тоже очень аккуратный момент, который, ну, либо суперпрофессионалы должны делать в связке с риэлторским сообществом, тогда это получится, но вот учитывая, что перспектива, это риэлторские сообщества, да, и Самолет, это, ну, владельцы серьезных капиталов, я думаю, шансы хорошие, вот, поэтому мой прогноз положительный по этому вопросу, именно там, вот, и в целом, там, завершая тему перспективы, там, Самолета, я думаю, что это только начало таких движений, понятно, что этажи из-за моей личной позиции не будут в этих сделках никогда участвовать, но я считаю, другие операторы крупные тоже со временем туда могут или застройщики, или банки в капитал войти, я такой прогноз дам. в ближайшее время, потому что на нас очень часто все выходят, мы, естественно, отказываем, я думаю, сейчас перспектива тоже уже все, самолет никому не продаст, это тоже надо понимать. И дальше начнут третьих, четвертых проводить, потому что создать все это с нуля это почти невозможно, это адский труд просто. А интерес есть большой в каналы распределения, привлечения клиентов вкладывать крупным системам, потому что активы пока очень дешевые, риэлторские, вот, а застройщиков доходы, ну, позволяют, я думаю, что это какой-то неизбежный процесс. Хотел попросить перечислить признаки хорошего риэлтора, или вот как человеку понять, что он может быть риэлтором, или как понять, что он не может быть риэлтором. Можете прям вот раз, два, три, четыре, пять? Кто-то, конечно, удивится моему ответу, но понять можно только по факту работы. Это, вот, знаете, риэлтор, знаете, что интересно, так красиво умеет продавать свои услуги, если со стороны клиента. Если вопрос, я так понимаю, связан со стороны компании, как определить, да, что человек может или не может быть риэлтором, то это еще более сложный процесс. Мы, знаете, я вам расскажу просто, проводили очень большое исследование три года назад. То есть у нас 100 риэлторов, с которыми мы начинали работу, не 100 даже, 180 риэлторов, с которыми начинали работу, хорошая асессмент группа прям проанализировала. И, там, чуть ли не по правилам, там, макинзи, да, там, все, там, пух-тух, там, асессменты, все дела. В итоге ставят балл. Вероятный успех или не успех в профессии. Что вы думаете? Успеха добились те, кто получил самый низший балл вероятности. Вот вам и все, вот вам цена всех этих асессментов, да, в нашей профессии. То есть не выявлены вот эти процессы трудоголизма, стрессоустойчивости. Как все это замерить? Как замерить трудоголизм? То есть непонятно вот эта личная эмпатия с клиентами, как ее вот замерить, да. То есть понятно, что можно там 100 клиентов с ней взаимодействовать, и у них, по идее, надо брать оценку, чтобы степень эмпатичности, коэффициент эмпатичности определять. Но это тоже сложные модели, они дорогие, ну, при нами, грубо говоря, чтобы находить 100 реальных клиентов, да, потом замерять эмпатичность. То есть, в общем, факторный анализ там такой сложный, что, короче, ушли мы от всего этого и поняли, что тут просто надо модель, ну, пробовать, смотреть, да, и, допустим, там на пятую неделю мы часть отсекаем, говорим, нет, у тебя не получается, видим по каким-то уже первым цифрам. Через три месяца мы уже принимаем окончательное решение, может человек, не может. Там уже видно, там с 90% вероятностью. Вот, компания пошла по этому пути. Вот так есть в двух словах. А так в целом, как клиентам, слушайте, да никак не понять. В наше время человек идеально умеет строить идеальную картинку мира о себе. Все, а то, как он реально работает, делает, это нужно время, чтобы понять. А человеку самому вот как понять, что он может быть хорошим риэлтором или точно ему не надо в эту профессию? Какие-то советы, может быть, дадите? Слушайте, не дам, потому что это было бы с моей стороны неправда. Я искренне, я всегда, все знают, я прямой человек. Я прямо говорю, черт его знает. Может получиться, может не получиться. Потому что это какие-то непонятные факторы влияют на это. Я вот сколько, вот расскажу из личного опыта. Ну вот, у меня даже есть знакомая, да. То есть, значит, ну я ее знал, ну, вот меня кто-нибудь сказал, что это был бы, станет очень успешным риэлтором, да я бы в жизни поверил, честно. Потому что, ну, с виду обычный человек. То есть, потом, когда, ну, смотришь за результатами, думаешь, ну, как так вообще? Ну, вроде ничего не предвещало такого. То есть, и область просто там бьет все рекорды, да. Вот, наоборот, бывает, приходят люди, которые кажутся, что, ну, вроде все нормально, трек развития, все-все. А наступает горе от ума. То есть, начинает, знаете, там что-то накручивать себе, там что-то, стеснительность иногда появляется какая-то, что-то, выгорание где-то и не получается. То есть, поэтому, здесь просто надо пробовать, что бы я ни сказал, я считаю, был бы неправ. Это очень такая, это знаете, это как, наверное, я вам скажу, это очень сложный процесс, не поддающийся вообще анализу. То есть, не знаю, как это объяснить. У нас, конечно, есть уже наработки, но они очень плохо верификацию проходят практикой. Поэтому, я считаю, значит, не имею права о них говорить. Какие-то советы, как человеку стать успешным риэлтором? Можете дать уже? Слушайте, а это вот тут уже проще. То есть, как, значит, поднять? Конечно, это вот тут уже стандартно, это мы уже все замерили. То есть, это, конечно, инвестиции в себя в развитие, 100%, чтение книг, изучение рынка, навыки, различные тренинги, набор информации, любовь к клиентам, очень важно. Риэлтор, который не любит клиента, какой бы он не был талантливый, ничего никогда не получится. Проверено. То есть, это, знаете, прям такой эмпат высокого уровня, если откровенно. Вот. И, наверное, честность, порядочность. Тоже внутренняя. Потому что это тоже не без этого. Вот. Ну и, наверное, это все-таки трудоголизм. У нас есть вот города, мы там, допустим, видим, что-то не то идет, потом изучаем. Там риэлтор в среднем работает 4 часа в день. То есть, и такое бывает серьезно, к сожалению. Вот. Потому что, ну, а что, риэлтор свободный человек, предприниматель. То есть, хочет работать 4 часа в день, хочет 14. Хочет получать 60 тысяч, хочет 600. Мы не можем тут повлиять. К толком. Вот так, наверное. Я понимаю, что, может, не очень ответы, но зато правдивые. Не, не, хорошо. Как раз прям кусочки такие возьмем в телеграм-канал наш, поставим совет от Ильдар Хусаинова. Возвращаясь к Америке. Мы про нее поговорили, на самом деле, хотели больше убедить. Ключевые инсайты ты сказал. Давай вернемся, еще раз обобщим, что ты считаешь ценного с точки зрения в том, как там устроен риэлторский бизнес и сопровождающие истории, чего нам не хватает, и вот что точно нужно заимствовать и является важным ингредиентом для российского рынка. Ну, помимо того, что я сказал, да, три фактора, я там их назвал уже, наверное, все-таки главное, наверное, заимствование, это еще в целом влияние риэлторского сообщества высокое. То есть президент гильдии риэлторов может встретиться с президентом США, для примера, раз в год, для понимания, да. У нас такое, ну, сложно представить. Вот, дальше. Очень большое, риэлторы очень много помогают там в различных черити, в смысле благотворительности вопросах, да, то есть реально это прям позиционируется, слушайте, это круто. Вот, они там, ну, прям это верят, что все это правильно и мощно. Вот, дальше. Риэлторский бизнес, там системный долгий бизнес. То есть он долго развивается. У нас, к великому сожалению, он пока молодой, и от этого есть очень много минусов. Видите, вот не развиты пока многие процессы взаимодействия. Многое упирается и, наверное, в целом экономическую ситуацию. Все-таки у нас есть, я второй раз это уже скажу, какие-то налоговые нюансы, которые, ну, не позволяют сферам услуг эффективно работать. Там все они давно в Америке решены. Там таких проблем нет, там все знают, НДСа нет в услугах, да. И, в целом, поэтому, я считаю, там, сектор, там, IT великолепно развивается, там, медицины, других услуг, он реально мощно, хорошо развивается, да, в отличие от наших, к сожалению. Не так мы быстро движемся, как могли бы. Вот, ну и, наверное, еще там, из положительного, я бы отнес, как ни странно, конференции, да, тоже. Их масштаб, умеют они там, знаете, вместе собираться. Вот, у нас тоже, конечно, изменения происходят, там, Санкт-Петербургский жилищный конгресс. Ну, бывая там, все-таки, знаете, ну, это там, разная история. Я бы вот тут еще, может быть, все-таки, заслуживаем мы раз в год такого супермероприятия, такого, знаете, мощного вообще, системного. Мне кажется, это рано или поздно начнет происходить. Чтобы весь мир к нам ездил, а не мы к ним. Вот какая цель должна быть. Наверное, так. В завершении последний вопрос. Какой у тебя прогноз по рынку на следующий год? Что будет с ценами вторичка, первичка, объем, выдач? Ну, понятно, что прогнозы деланы неблагодарные, но тот тренд, в который ты веришь. Слушайте, ну, давайте так, да. Правильный-то мой ответ, конечно, было вероятностное распределение там по матрице, да, там, где я чего ожидаю, где как. Это очень долго мы это все уже сделали. Эту всю модель, конечно, для себя, когда планировали. Вот, если так вот, просто, ну, текстом, да. В целом мы ожидаем год примерно такой же, как этот. Возможно, возможно, с небольшим снижением по объемам. И с небольшим снижением по цене во втором полугодии. Все-таки вчера слышали, да, Путин выступил, сказал, что все-таки цель 4% по инфляции в следующий год. То есть, скорее всего, будут ставку рефинансирования, ну, таргетировать под это, точнее, ну, под инфляцию. То есть, скорее всего, ипотека будет расти. Вот, значит, первое полугодие дельта будет достаточно приличной между вторичкой, загородкой и господдержкой, потому что на 7% будет до 1 июля. Так что первое полугодие, ну, новостройки будут себя прям хорошо чувствовать. Ну, реально. Вот, во втором полугодии, мне кажется, исходя из настроя, все-таки уберут уже господдержку. Ну, и ставки там будут высокие, и вот тогда рынку может стать весело из серии. Вот, в кавычках, конечно. И там мы вот чуть с опаской смотрим, ну, так прямо скажу на все эти моменты. Вот, потому что все-таки то, что не говорил, финансово рынок сейчас, ну, на подсосе капитально шел последние 2 года. Ну, давайте откровенно, там ни у кого не должно быть иллюзии. Это цена сегодняшняя, это неорганическая цена спроса предложения. Там дикая вообще заложена финансовая такая-то поддувка системы, скажем так, да. Вот, причем из такого большого воздухоногнетателя. Вот, поэтому мы смотрим с надеждой, но считаем, что небольшие такие во втором полугодии негативные эффекты, они вполне возможны и даже, наверное, вероятны в большей степени. Вот так вот скажу. Когда ты говоришь на последний вопрос, основную же годную ипотеку в новостройках убрали 1 июля, и остались только вот эти трехмиллионные лимиты. Осталась молодая семья, и есть программа стимулирования загородок. Ты вот про загородку в большей степени говоришь? Ты имеешь в виду, что... Нет, почему? Слушайте, 3 миллиона, они же на всю Россию-то работали. То есть, они, это только Москва, это с Питером немного, так скажем, подзадели, да. Ну и на графиках видно, что это их нормально выбило. Вот. При этом, что под Москве оно частично попадает. Ну там, грубо говоря, однокомнатный, да, там спрос туда чуть переспределился, мы тоже видим. В Питере тоже все это видно, как там на всех графиках. Вот. Вот. Я в целом о рынках России говорил. Если говорить конкретно о Москве, то там, да, там влияния этого не будет. Там, ну, Москва все согласятся, это особый рынок. Черт, тут греха таит, тут это все давно поняли. Надо отвечать там на два разных вопроса. Москва и все, что остальная часть Российской Федерации. Вот. Поэтому мой там... По Москве прогноз мне сложно дать, и он... Ну, все-таки, мне кажется, там в большей степени, вероятно, какая-то стабильность, чем, скажем так, в других регионах. Потому что я там драйверов, ну, не вижу активных ростов. Вот сейчас охлаждение какое-то видно по итогам ноября и в начале декабря. По сети видите охлаждение вторичка, первичка? Значит, как ни странно, по ипотечным заявкам были рекордные консультации за всю историю компании. Вот. Входящий поток идет хорошо. То есть, вот, отвечая на ваш вопрос, прямо скажу, нет. То есть, отвечая, исходя из логики предыдущих лет, влияние учетной ставки на спрос, влияние высоких цен и сколько они могут продолжаться до момента, скажем так, вот эти все циклы рассматривая, мы все-таки ожидаем начала негативных влияний, влияния, не можем понять, это через первый или второй полугодие будет. То есть, вполне возможно, инерционно еще докатится первое хорошее время, и только во втором. Но самое вероятное развитие событий, что где-то к весне, при нынешней политике, к текущей политике финансовой, нынешних ценах уже, безусловно, в высоких, и уровнем реальных доходов населения все-таки там можно ожидать какие-то смены парадигмы рынка. Ценовых и в объемах. Наверное, Ильдар, я тебя поблагодарю за такое классное интервью. Мне кажется, эти полтора часа были очень ценными для нас. Спасибо большое за встречу. Спасибо, очень приятно было. Хорошего дня, вам счастливо.